Новый этап электоральной кампании. В Белоруссии началось выдвижение кандидатов-депутатов. При голосовании буду обращать внимание на его трудовую деятельность в первую очередь. Чего еще ждут избиратели от народных избранников? Работник на весь золото. Мужчина притворялся строителям и разводил горожан на деньги. Правоохранители выяснили, что подозреваемый оставил без денег и ремонта еще несколько человек. Сколько заплатили заказчики за вид бурной деятельности? Предновогодний вайб. Кинотеатры города подготовили подборку новогодних премьер. Мы предлагаем детям большую анимационную программу. Какой фильм посмотреть всей семьей? А также второй энергоблок, дополнительные вагоны и новогодняя корзина. Торговые объекты предлагают все необходимые товары на праздничный период, что предпочитают покупатели. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области. Представители стран сели за стол переговоров для обсуждения насущных тем. На повестке дня ряд направлений для усиления взаимодействия. В него вошли создание сервисно-логистического хаба, медицинские услуги, научно-техническое сотрудничество. Не обошли стороной и аграрный сектор. Также президент отметил высокий уровень развития торговли с Московской областью. Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна. Мало того, что это крупнейшая область. Как я уже говорил, через Московскую область мы можем сотрудничать до Урала со всей Западной Россией. Ну и, возможно, и с Москвой. Хотя там не совсем просто. Ну, думаю, что если мы начнем тесно взаимодействовать, вы поможете нам и в этом вопросе. Не может так быть, чтобы мы могли работать в Владивостоке активно, а не работать в Москве. Это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен. Но мы над этим работаем с ним. Также Александр Лукашенко обозначил важность улучшения культурных и гуманитарных связей. Президент подчеркнул, нужно объединить белорусскую и российскую молодежь совместными долгосрочными проектами. В заключении глава государства выразил полную готовность к открытому диалогу по всем обозначенным вопросам. Горе-работник. Лжестроитель изображал вид бурной деятельности и обманом получал деньги. Милицию обратилась жительница агрогородка Буйничи. По словам потерпевшей, она планировала обновить ремонт в квартире и нашла специалиста через интернет. Мужчина предложил подписать договор, после чего получил 10 тысяч рублей предоплаты наличными. Мошенник начал имитировать рабочий процесс, однако позже стал приходить все реже, а потом вовсе пропал и не отвечал на звонки. Им оказался 34-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, житель райцентра. Правоохранители выяснили, что подозреваемый оставил без денег и ремонта еще несколько человек. Возбуждено уголовное дело. Поток обращений, детские забавы и поездки с комфортом. БелЖД назначило более 230 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, когда будет активнее курсировать транспорт. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Торговые объекты запасли все необходимые товары на праздничный период, сообщает Март. Этот вопрос на особом контроле. Покупателям будет предоставлен большой выбор. Акцент делается на кондитерских изделиях, напитках, ингредиентах для салата оливье, различных копченостях, морепродуктах и крем. В сеть подключили первый энергоблок БелАЭС после планово-предупредительного ремонта. Специалисты провели различные работы для безопасного и бесперебойного функционирования. Энергоблок, напомним, введен в эксплуатацию в 2021-м. С того момента выработано свыше 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Более 450 тысяч электронных заявок поступило в Государственную республиканскую информационную систему обращения.бел за все время работы. Сервис запустили в начале 2023-го. Для того, чтобы оставить заявление, необходимо зарегистрироваться на платформе. Такой возможностью воспользовались уже порядка 135 тысяч белорусов. БелЖД назначило более 230 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. С 22 декабря по 9 января они будут курсировать по маршрутам межрегиональных и международных линий. Также в зависимости от спроса на пассажироперевозки будет увеличено количество мест в регулярных сообщениях. В Беларуси открылась первая детская симуляционная мини-аптека. Там ребята могут познакомиться с профессией фармацевта. В ассортименте игрушечная касса и лекарства. Оборудовано место с весами и ступкой. Также есть рабочее место врача. За отдельным столом можно изучать анатомию и биологию человека. Еще ближе к выборам. В Беларуси стартовал очередной этап избирательной кампании. Началось выдвижение кандидатов-депутаты. Избираться имеют право зарегистрированные в стране политические партии, трудовые коллективы и граждане. Возрастной ценз для тех, кто собирается баллотироваться в Палату представителей – 21. В местные советы – 18. Процедура остается прежней путем сбора подписей избирателей. На сайте Центр избиркома опубликованы специальная памятка и формы документов. Этот этап электоральной кампании завершится 15 января 2024-го. Депутат должен быть, ну, в принципе, как и все люди – честный, добрый, может быть, понимающий, то есть, который умеет, скажем так, войти в чье-то положение, понять ситуацию. Буду голосовать, потому что, ну, я считаю, это, во-первых, мы имеем право, почему бы им не воспользоваться так, и, во-вторых, это и обязанность, наверное, как гражданина Республики Беларусь высказать свое мнение. При голосовании буду обращать внимание на его трудовую деятельность в первую очередь, ну и об отзывах, на отзывы, кто с ним работал. Будем смотреть, какая политика у нашего депутата, что он хочет, что он может, как он будет работать. Ни одних выборов никогда не пропускаю, все время, и все, моя семья ходит постоянно. 25 февраля 2024 в единый день голосования каждый гражданин примет важное решение. В Бобруйске избиратели получат по три бюллетеня по выборам депутатов Палаты представителей, областного и городского советов. Всего же белорусам предстоит одновременно избрать около 13 тысяч депутатов всех уровней. По пятам чудес, бобручанию в предвкушении праздников. Несмотря на то, что снег стремительно тает, на новогоднем настроении это не сказывается. Мэджик царит не только благодаря чарующей иллюминации. Жителей приятно удивляет и культурная программа. Елизавета Липеева расскажет, где можно зарядиться вайбом волшебства. Кинотеатр словно телепорт переносит посетителей в сказку. В фэнтези по щучьему велению исполняются все желания и у героев картины, и у зрителей. В преддверии праздников выбор фильмов радует как никогда. Манюня, новогодние приключения, ёлки 10, новогодний шеф. А впереди ещё громкие семейные премьеры. Новогодний all-inclusive, «Три богатыря и пуп земли», «Халоп-2», «Бременские музыканты». Стоимость билетов в мир кино от 6,5 рублей. С 23 декабря в наших кинотеатрах стартует новогодний киномарафон «Ура, у нас каникулы», где каждый ребёнок сможет найти себе фильм по душе. Мы предлагаем детям большую анимационную программу и программу художественных фильмов, для того, чтобы детки могли прийти и провести приятное своё время в наших кинотеатрах. В новогоднем шаре весь мир отражается. Выставочный зал художественного музея окутывает настоящая ретро-сказка. Новогодние еле украшают эксклюзивные игрушки советского периода. Всего около 600 ценных экземпляров, которые распределены по определённым тематикам – птицы, шары, прожекторы, космос. Дополняют атмосферу и советские новогодние открытки. 300 поздравительных карточек пестрят зимними сюжетами. Приглашаем гостей и жителей нашего города посетить нашу выставку и зарядиться новогодним настроением. С 10 до 7 по улице Светилистическая, 100, выходной понедельник. Цены входных билетов – взрослые 3, детские с 5 лет – 2. Старая сказка под Новый год ждёт гостей и жителей города Инна Максима Горького, 28. Здесь внимание привлекает выставка авторских кукол. Художник презентует необычных персонажей в стиле стимпанк. Фантастические птицы, рыцари, волшебники и, конечно, символ 2024-го – дракон. Вдохновляет, конечно, кинематограф. То есть сейчас у нас игровое кино, век игрового кино. То есть кинематограф уже дошёл до того, что практически как натуральное, там всё, фантастические какие-то темы. Раньше, когда в детстве, опять же, если вопрос в детство окунуться, это, конечно, книги Беляев, Человек-анфибия, там ещё братья Стругацкие, там всё, что связано с фантастикой, с приключениями. Собственно говоря, и вот в этих куклах, в моей тематике, прослеживается вот эта игра в приключения. А на площади Ленина витает аромат предновогодней ярмарки. Горожанам предлагают оценить на вкус продукцию общественного питания в меню от горячих блинчиков до сладкой ваты. Здесь же – согревающие напитки. Малышей ждёт огромный выбор игрушек и праздничных аксессуаров. Можно приобрести и сувениры в подарок родным и близким. Время работы уличного магазина – с 11 утра до 9 вечера по 14 января. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. В здоровом теле – здоровый дух. Бобруйск-арена предлагает посетить массовые катания. Сезон коньков официально открыт, а значит, самое время отдохнуть с пользой. Цены демократичные. Один сеанс длительностью 45 минут обойдётся в 4,5 рубля. Размерный ряд – от 27 до 48. У нас есть прокат коньков. Стоимость варьируется от 4 до 6 рублей. Также и к услуге есть и заточка коньков. Стоимость 4 рубля. Более подробную информацию о тарифах и расписании можно узнать на сайте Бобруйск-арены в разделе «Массовые катания». Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!